У мемориала бойцам красноармейцам в Краскино сегодня много людей, у большинства в руках цветы. Для местных жителей тот конфликт с Японией – это не просто историческое событие. В 1938-м в схватке с агрессором участвовало немало краскинцев, а на территории самого посёлка располагались госпитали, куда поступали раненые в боях. По мнению историков, победа над японцами внесла весомый вклад в Великую Отечественную войну. Проиграв здесь, они решили не нападать на Советский Союз. Мы читаем эти события, и события в целом Великой Отечественной войны, 70-летие, которые мы отмечаем в этом году, имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения. Мы уверены, что на подвигах наших отцов и дедов наша молодёжь также будет всегда готова в случае необходимости стать и защитить нашу Родину. Эти кадеты, несмотря на юный возраст, почётные гости на митинге. Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба уже не первый год облагораживают захоронение воинов-красноармейцев, которые находятся в труднодоступных районах на границе с Китаем и Северной Кореей. Памятники оседают, мы приходим их, бетонируем заново, подкрашиваем, вырываем траву, там всё, ну, как бы облагораживаем нормально. Так, ну, занимаясь этим, ну, то, что, ну, это как бы нужно, как бы они за нас воевали, мы должны им хоть как-то отдать честь. Сейчас в Краске на хасанских событиях напоминают многочисленные мемориалы и захоронения бойцов-красноармейцев. За моей спиной могила Ивана Пожарского. За проявленную доблесть в бою его наградили званием Герой Советского Союза. Этот орден учредили незадолго до столкновений с японцами, и Пожарский стал одним из первых его обладателей посмертно. Сегодня к могиле возложили цветы, помнят о героях и в других населенных пунктах Хасанского района. Митинги прошли в Хасане и Славянке. Всеволод Крапивин, Максим Малыгин, Панорама.